После такой насыщенной ночи утро выдалось относительно спокойным и безлюдным, особенно в многофункциональных центрах, где с 9 утра тоже начался прием родительских пожеланий. С этого же часа подать документы можно было и в школах. Многие ли мамы и папы воспользовались возможностью усадить своего ребенка за парту в офлайне, выяснила Кристина Белян. 36-я школа теперь в числе самых популярных. Утром 1 февраля родители после суточного дежурства в стенах учебного заведения вышли на финишную прямую. И даже получив подтверждение, что электронное заявление зарегистрировано в системе, мамы и папы своих позиций не сдали. С 12 дня, со вчерашнего дня, мы стоим каждый час, отмечаемся. На портале мы тоже в хвосте. Попадем или нет, не знаем. МФЦ регистрировались, ночью в портале регистрировались и все равно стоим, чтобы подать документы. А какие результаты? Пока никаких, ничего не знаем вообще. Прошло ли ваше заявление? Не знаем. Не, оно зарегистрировано. Прошли ли мы в школу, мы не знаем. Нам прошло уведомление, что да. Ну сейчас надо оригиналы подать, там видно будет. В 8 утра в электронной базе школы в Ивушках было уже 373 заявления. При этом пока образовательные учреждения планируют принять только 125 человек. Но есть вероятность, что эти цифры изменятся. Желающих проверить пакет документов, посмотреть правильно ли все, дополнить, то есть вот успокоиться, их действительно много. Но все спокойно ждут. Мы с ними уже обговорили, что эта процедура никак не влияет на подачу заявления или на формирование базы. То есть сегодня в основном база, она сформированная. Мы работаем на то, чтобы полностью сейчас рассмотреть все пакеты документов, чтобы они у нас были готовы для процедуры зачисления. На фоне ажиотажа в школах, в МФЦ Налмоносово утро прошло более чем спокойно. Офисы принимали заявления с 9 утра. Хотя предварительной записью воспользовались около трех сотен человек, очевидно пришли не все. В первые полчаса работы в многофункциональных центрах зарегистрировали 25 заявок. Некоторые нам отзваниваются через колл-центр и говорят, что вот мы записывались, но мы не подойдем, потому что у нас успешно получилось подать заявление в электронном виде. К обеду сегодняшнего дня специалисты обработали уже порядка тысячи поданных новгородцами заявлений. Около сотни будущих первоклашек получили места в школе. Остальным ответы о зачислении поступят в течение недели. Кристина Белян, Олег Федоров, Новости, Новогородское областное телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова